Солнце Очень долго нет от них вестей Вот уж полночь Где он Авель со стадами Не идет он с поля Где же Каин наш Смотрит Ева в темень грустными глазами Тут явился Каин тихо в свой шатер Как он хмур И Ева обратилась к сыну своему Каин Ты не видел брата своего Ей не отвечая совестью гонимой Каин покидает бедное жилье Каин прочь уходит Но полная тревоги Мать встает с постели Устремляясь вдаль И покинув ложе В степь бежит поспешно Острые каменья Ноги режут ей Авель Авель восклицает Ева безутешно Авель Глухо вторит тишина полей Может быть ушел он вдаль Со стадами Ангел верно знает С пламенным мечом Путь он преградит мне Но молящим взглядом Я спрошу о милом пастыре моем Там у райской сени Где мечом палящим Страш едемский сени Путь ей пригладил Спрашивала Ева Голосом дрожащим Авель со стадами Здесь не проходил Плачь о Ева Горько Там где за уступом Диким терном поросли кусты Каином убитый Бездыханным трупом Он заснул навеки Средь полночной тьмы Эта смерть Свершилась в трепетном смущении Будто понимая к сыну мать спешит Вдруг остановилась Милое виденье Авель перед нею Как он сладко спит Разметались кудри И открыты очи Будто улыбаясь небесам светло Будто любовался блеском светлой ночи Тихо, безмятежно, юное чело Авель, встань! Авель, встань, проснись! Встань, пойдем домой! Как я испугалась, как сюда бежала И, целуя сына, мать к нему прыжалась Авель ей ни слова Бледный и немой И проникла в сердце Боль жгучего страдания Что сказал ей ангел, вспомнила она Первое создание Страшное сознание Смерть! Она вскричала Падая на труп Плыл туман И вечер И ветер мчался над полями Чтоб убийцу брата кровью запятнать И встречала солнце Скорбными лучами Первую над сыном Плачущую мать Друзья, слава Господу Тот, что мы прослушали сейчас, это не было стечение случайностей Несчастное какое-то совпадение Ужасная трагедия Или что-то подобное Это было последствия Того, чего было совершено ранее В книге Экклезиаста есть сказано такое слово Если бы человек знал о конце своем Он бы вовек не согрешил К сожалению, очень часто мы не знаем конец И совершаем действия в нашей жизни импульсивно На основании эмоций Которые толкают нас на это вот всю минуту Вот в этот момент И эти эмоции заставляют нас порой делать поступки За которые потом по жизни Нам приходится очень часто горько расплачиваться Иногда события происходят И люди видят трагедию И вот в этой трагедии, которая происходит Они видят только конец Не понимая, что где-то было начало Вот для того, чтобы лучше понять То, о чем я хочу сегодня говорить Я приведу один пример из реальной жизни Недавно, вполне возможно, не все Слышали такую новость В Сирии был сбит самолет В нем было 15 советских или русских, можно сказать Летчиков, военных людей Которые летели в этом самолете Когда этот самолет был сбит А сбит он был сирийской ракетой Которой выпустили сирийские солдаты Россия обвинила Израиль И сказала, что Израиль виноват в этой трагедии Израиль сказал, что мы не пускали эту ракету Эту ракету пустили сирийцы Но вы знаете, если посмотреть глубже То, что произошло там Десять лет тому назад Сирия на Ближнем Востоке Была одной из самых сильных, крепких стран Экономически Политически Но потом Некоторые силы И она называется Арабская весна Решили, что в некоторых арабских странах Надо сделать переворот Надо сместить власть Я не буду вдаваться Кто эти силы И что за ими двигало Меня это даже не интересует Меня совсем другое сегодня Очень скоро Во многих странах Стали совершаться перевороты И поднялось Недовольство на власть И в Сирии Власть очень жестоко подавила Эти демонстрации Эти выступления, которые были В результате возник еще больше И началась гражданская война Очень скоро туда стали приходить Очень многие люди Желая поддержать Одну или другую сторону Туда пришла Россия Иран Пришли разные люди С разных стран Америка создала свою коалицию И вот в результате Произошлось такое стечение Израиль бомбил Сирию Потому что там Иран что-то свое производит Сирия хочет защищаться И русский самолет Оказался посередине всего этого Но скажите Когда привезут в дом Гробы И это чьи-то отцы Чьи-то сыновья И чьи-то дети Кто-то будет думать Что же это такое За трагическое совпадение С ситуацией Что русский самолет Оказался между Сирийскими ПВО И израильскими самолетами Вы знаете Это не просто стечение обстоятельств Где-то всему этому Есть начало Вот точно так же И в нашей жизни Иногда события Которые влекутся после Люди не понимая того Они могут видеть Ситуацию Но произошло то Что уже невозможно Изменить Или исправить Случается Трагедия У нас сегодня Собрание ведут Молодые семьи И поэтому Я хочу говорить О семьях Я хочу говорить О том Насколько это важно Насколько это необходимо Мы верующие люди И мы проходим сюда В дом молитвы Потому что мы верим Что земля На которой мы живем Не создалась В течение эволюции За миллионы лет Мы верим Что великий Бог Своим словом Сказал Да будет свет И создал Все что есть На этой вселенной Создал человека Создал Адама и Еву Кайна и Авеля Историю которых Мы только что слышали И вы знаете Вот два родных брата Трудятся Растут Занимаются своим делом У каждого Любимое дело Кто-то любит В огороде работать Кто-то на полях Другой хочет Стада заниматься Любит животных И вот В результате этого В какой-то момент Они оба хотят Жертву Богу принести И самое лучшее Что у них есть Они хотят Принести Богу А вот Бог Одного жертву принял А другого Не принял Два родных брата Одного жертву Он берет Принимает А другого Не принимает И вот в этот момент У того Чью жертву Не приняли В сердце Произошло Страшное Огорчение Настолько Что он Своего Родного брата Которые имели Одного отца И одну мать Возненавидел Настолько Что в итоге Убил Его Но вы знаете Перед тем Как все это Случилось Перед тем Как сделано Было непоправимое Перед тем Как еще Не был убит Авель Бог Обратился Каину И спросил И сказал ему Такое слово Каин Отчего Поникло Лицо Твое Отчего Ты опустил Свою голову Отчего Ты так Грустен Сегодня И при этом Сказал ему Следующую Заметку Грех Лежит У дверей И ты Господствуй Над ним Он У дверей Он Он Всегда Вот Открыл дверь И он Здесь Он рядом Но Ты Господствуй Над ним Вот С такой мыслью Вот с таким Скажем Девизом Что грех Лежит У дверей Но Ты Господствуй Над ним Я хочу Сегодня Обратиться Ко всей Нашей Церкви Если мы Смотрим На историю Человечества То Мы Все Потомки Первозданных Вот Сегодня Каждый Каждый Из нас Здесь Находящихся Может Сказать Что Адам Был Его Отцом И Не Ошибется Потому Что так И было Каждый Из нас Может Найти Возможно Какую Часть Родословной Своей Посмотреть За Своих Отцов Дедушек Бабушек Но Вы Знаете На протяжении Всей Истории Человечества На протяжении Всей Истории Человечества Были Люди Которые Удачи Или Нечистота Или Грех Она Все Взвешивается И Каждый Наш Поступок Он Оценивается Всевышним Вы Знаете Очень часто Когда говорят О семье Когда Говорятся Об устройстве Или Порядки В семье Очень часто Можно Услышать Следующее Я во всяком Случае На протяжении Своей Жизни Слышал Много Раз Люди Говорят Следующее На первом Месте У каждого Человека Должен Быть Бог На втором Месте Должна Быть Семья А на Третьем Месте Должна Быть Работа Вы Знаете Иногда На это Третье Место Ставят Церковь Но Я вам Сразу Прямо Скажу Не всем Может быть Она Понравится Я никогда Так Не считал И не считаю Считаю Это Заблуждением Так Ставить На третье Место Церковь Серьезно Реально Я считаю Это Большим Заблуждением Потому Что Бог И Семья И Церковь Это Невозможно Разорвать Потому Что Церковь Это Собрание Святых Людей Это Есть Место Где Поклонение Богу Идет Это Не Просто Какое-то Здание Куда Люди Проходят И Собираются Или Обязанности Которые Они Выполняют Церковь Это Место Собрания Святых Людей Которым Должен Присутствовать Господь И Если Человек Ставит Это Все На Третье Место То Он Сразу Ошибается В своей Жизни Потому Что Его Жизнь Фактически Бог Сразу Попадает На Третье Место Итак Давайте Мы Сегодня Посмотрим Любая Семья И Когда Мы Говорим О Молодых Семьях Которые Проводят Сегодня Собрания Вы Знаете У Них Впереди Самое Важное Самое Главное У Большинства Этих Семей Маленькие Дети И Вот Когда Этот Ребенок Проходит В Этот Мир Принимая Его В этот Мир Что Мы Хотим Этому Маленькому Существу Созданному Что Мы Ему Желаем Желаем Мы Чтобы Он Был Счастливый Благословенный Радостный Устроенный Благословляем Мы Его Устрояем Ли Его Жизнь Научаем Ли Ему Как Ему Жить И Как Ему Поступать Вкладываем Мы В него Все Свои Силы Финансы Старания Знания Мудрость Вкладываем Ли Мы Все В Этого Ребенка Которого Бог Нам Даровал Вы Знаете Потому Что Его Дальнейшая Жизнь Его Дальнейшая Жизнь Очень Сильно Зависит От Что В Него Вложено Родителями Что Передано Ему Родителями Что Родители Вложили В Него Поэтому Семья Любая Семья Это Есть Маленький Ковчег Который Призван Ограждать От Беды Защищать Вот Когда Праведный Человек Ной Вошел В Ковчег Этот Ковчег Имел Одно Предназначение Спасти Эту Семью От Той Погибели Которая Предназначалась Сему Человечеству И Семья Тоже Предназначена Для Этого Особенно Для Маленьких Беззащитных Детей Которые Должны Еще Вырасти Только Для Того Готовиться Для Самостоятельного Полета Для Самостоятельной Жизни Взять на себя Ответственность Дальнейшей Той жизни Которая Им Предстоит Поэтому Семья Созданная Богом Она Создана На основании Любви И Радости И Создана Ради Этого Не для Того Чтобы Два Человека Истязали Друг Друга И мучили Один Другого Она Создана Для Радости Кто Создает Эту Семью Ну Конечно Можно Первым Словом Сказать Бог Создатель Любой Любой Семьи Я Не Оспариваю Это Я Не Оспариваю Это Но Могу Сказать Что Что Кузнецами Своего Счастья И Любви Есть Два Человека Муж И Жена Которые Должны Создать Такие Отношения В Семье Чтобы Эта Семья Была Наполнена Любовью И Радостью Чтобы Эта Семья Была Наполнена Чувством Наслаждения Чувством Живого Присутствия Бога Потому Что Если Все Сказать Это Вот Бог Создал Такую Семью То Тогда Все Трудности Которые Возникают Семье Несогласия Споры Ругань Тоже Можно Было Возложить На Всевышнего И Сказать Вот Он Создал Такую Семью Я Так Не Верю Я Верю Что Бог Создавая Семью Дал Все Предназначения Для Счастливой Семьи Все Благо Вложил Всю Самую Главную Суть Он Дал Им Обязанности Жене Дал Обязанности Мужу Дал Обязанности Сказал Какими Они Должны Быть А после Этого Смотрит Как Они Живут И Как Они Живут Это Прямая Их Ответственность И Это Складывается Из Этого Их Жизнь Семью Создают Два Человека Полюбившие Друг Друга Вы Знаете Очень Часто До Брака До Вступления Брака Молодые Люди Говорят Один Другому Я Тебя Люблю Но В данный Момент Это Понятие Еще Далеко От Истины Да Не огорчится Никто Что Сегодня Говорит Своим Возлюбленным Что Я Тебя Люблю Еще Не Состоящие Браки Я Просто Хочу Вам Сказать Вы Просто Не Можете Еще Любить Так Как Учат Священное Писание В силу Того Что Вы Еще Не Связаны Узами Законного Брака И Между Вами Есть Ответственность Как Вы Должны Жить И Как Вы Должны Поступать Что Вы Можете Что Вы Не Можете Например Когда Мы Говорим Я Тебя Люблю О Чем Идет Речь О Жертвенной Любви Которая Человек Готов Все Пожертвовать Другому Любовь Которая Долго Терпит Милосердствует Не Завидует Не Гордится Не Ищет Своего Все Покрывает Всему Верит Всему Надеется Теперь Когда Мы Смотрим За Двух Людей Которые Еще Не Состоят В Браке И Парень И Девушка Должны Обоя Заботиться О том Как Угодить Кому Богу Они Друг Другу Даже Еще Не Могут Угождать Потому Что Они Не Муж И Жена Они Не Могут И Не Должны Угождать Один Другому Потому Что Они Не Муж И Жена Они Не Есть Одноплоть Они Не Связаны Законом Брака Они Еще Не Муж И Жена Поэтому Они Должны Заботиться О том Как Угодить Богу И Главная Ихняя Обязанность Чтобы Быть Чистым И Духом И Телом Я Повторю Это Еще Раз Для Того Чтобы Мы Все Молодые Люди Хорошо Услышали Главная Обязанность Всех Молодых Людей Не Состоящих Браки Есть Как Угодить Богу Чтобы Быть Чистыми И Духом И Телом И Это Очень Важная Сторона Которая Должна Быть Отмечена Сразу В Жизни Человека Чтобы Быть Чистым Духом Нельзя Смотреть Развратное Нельзя Смотреть Нечистоту Нельзя Допускать Нечистые Мысли В Своё Сердце Ты Должен Заботиться О чистоте Своего Разума О чистоте Своих Мыслей При Этом Все Когда Ты Схранишь Чистоту Своего Ума Ты Безусловно И сможешь Сохранить Чистоту Своего Тела Потому Что Христос Сказал Изнутри Исходит Блуд Нечистота И все Прочее Потому Что Они Находятся В разуме Человека А находятся Они В разуме Человека Когда Они Сперва Допущены Туда Через Чтение Через Смотрение Через Слышание Когда Человек Смотрит Видит И Слышит То Что Библия Называет Мерзостью Нечистотой Что Не Должно Даже Именоваться Среди Верующих Людей Оно Заходит В разум Человека И Как Результат Становится Его Внутренним Достоянием Которое Рано Или Поздно Выплеснется Потоками Нечистых Дел Которые У Человека Не Должны Даже Именоваться Поэтому Я хочу Сказать Всем Людям Которые Не Состоят В Браки Вы Не Имеете Обязанностей Чтобы Вы Должны По Отношению Друг Ко Другу Исполнять То Что Библия Говорит В Семейных Отношениях Должно Исполняться И Результат Храните Себя Чистыми Чтобы Когда Вы Придете На Венчание Как Мы Это Называем На Обряд Сочетания И Предстанете Перед Всевышним Богом Чтобы Вы Могли В чистоте Предстать Перед Великим Богом Потому Что Бога Обмануть Невозможно Обмануть Возможно Только Самих Себя Поэтому Когда Мы Говорим Друг Другу Ты Нравишься Это Хорошие Слова До Брака Ты Мне Нравишься Я Увидел Тебя Или Я Увидела Тебя И Ты Мне Понравился Понравился Настолько Что Я Готов С Тобой Связать Нашу Жизнь Я Готов Соединиться Но Вы Знаете Я Хочу Сразу Вам Сказать Для Тех Которые Хотят Вступить В Брак Брак Это Не Только Радость И Любовь В Браке Еще Есть И Боль Все Кто Состояли В Браке Хорошо Знают О Чем Я Сейчас Говорю Все Кто Состоит Браке Знают О Том Что В Браке Есть Очень Много Также И Боли А Любить Другого Человека Это Значит Вот Особенно Если Я Говорю О Семье И Говорю О Браке Это Значит Жизнь Другого Человека Сделать Как бы Своей Жизнью Вот Если Два Человека Соединяются И Двое Становятся Одною Плотью То Жизнь Твоего Ближнего Становится Твоей Жизнью Жизнь Жены Становится Жизнью Мужа Жизнь Становится Жизнью Жены И При этом Каждый Из них Должен Быть готов Отдать Жизнь Другому Когда Другой Радуется Если Скажем Муж Радуется И Жена Радуется Когда Жена Радуется Муж Радуется Потому Что Когда Один Счастлив Другой Тоже Счастлив Когда Один Болеет То Ему Должно Второй Стороне Тоже Должно Быть Плохо Плохо Когда Один Болеет Потому Что Другому Хорошо Я Сейчас Сказал Вещи Которые Могут Быть Непонятны Для Некоторых Но Я Хочу Сказать В Семье Это Ненормально Я Хочу Подчеркнуть Еще Раз В Семье Это Ненормально Если Болеет Одна Сторона Потому Что Другой Хорошо Потому Что Так Она Не Должно Быть Если Счастлив Ты Тоже Должен Быть Счастлив Если Он Радуется Ты Тоже Должен Радоваться Если Он Болеет Ты Тоже Должен Болеть Семей Семей Семейная Жизнь Это Не Просто Взять И Соединить Два Человека Когда Двух Молодых Людей И У нас Проходит Много Довольно Церемоний Когда Мы Проходим Обряд Венчания Или Сочетания По разуму Можем Это Называть И Вот Когда Мы Видим Молодых Людей Заходит Жених Заходят Друзья Заходят Подруги Потом Отец Ведет Невесту Вот Что Происходит Вот В этот День Вот Этот День Торжественный День Мы Это Называем Бракосочетание В этот Торжественный День Они Должны Подарить Один Другому Себя Отдать Жена Должна Подарить Себя Мужу Муж Должен Подарить Себя Жене Вот Это Благословение Господне Вот Это Чистота Которая Должна Происходить В жизни Каждого Человека Любящие Друг Друга Жених И Невеста Я Подчеркну Это Должны Готовы Быть Твердо Готовы Потерпеть Сохранить Сохранить Свои Отношения В чистоте И Когда Наступит День Бракосочетания Они Дарят Один Другого Себе Теперь Представьте Себе Следующую Сторону Брак Это Завет Это Завет Который Заключается Как и Любой Другой Завет Любой Завет Заключается На На Крови Муж И Жена Парень И Девушка Заключают Между Собой Завет И Когда Они Заключают Этот Завет Они Дают Обещание На Верность Говорят Что Они Будут Хранить Себя И Беречь Себя В Чистоте Даже В Браке Потому Что Даже В Браке Есть Такое Понятие Как Целомудренность Как Чистота Где Они Должны Заботиться Друг О Другу Один Из Вопросов Который Задается Часто На Браке Следующий Обещаешь Ли Ты Заботиться О Ней В Болезнях И Здравии В Радостях И Печали Благополучии Точно Такой Же Вопрос Задается И Ей Обещаешь Ли Ты Заботиться О Нем В Болезнях И Здравии В Радостях И Печали В Благополучии И Нужде В Молодости И Старости Вы Знаете Очень Часто Мы Можем Наблюдать Как Небольшие Трудности Возникшие В Семье И Люди Готовы Разорвать Всякие Отношения Которые Есть Между Словенно Самим Всевышним Где Всевышний Сказал Оставит Человек Отца И Мать И Прилепится К жене Своей И Будут Двое Одною Плотью И Так Что Бог Сочетал Того Человек Да Не Разлучает Того Человек Да Не Разлучает Ни Болезни Ни Несчастья Ни Финансовые Трудности Ни Испытания Которые Часто Проходят В Жизнь Ни Болезни Детей Ни Даже Трагические Случаи Не Могут И Не Должны Разделять Двух Людей Готовы Соединиться Союзом Брака На всю Свою Жизнь Вы Знаете Друзья Я Знаю Что Многие Из вас Знают Такой Пример Я Не Буду Назвать Имен Но Когда Ты Слышишь О Человеке Который Прожив Короткое Время Совместно Был Возвратился Из тюрьмы Будучи Инвалидом Не имея Ни руки Ни ноги Возвратился И вот та Молодая Девушка Которая Знала Его Буквально Короткое Время Она Принимает Его Радостно Как Мужа Прожили Совместно Нажили Детей Внуков Правнуков И вы Знаете Когда Мы Смотрим На Такие Картины И Смотрим Вот Это Мы Говорим Настоящая Семья Вот Это То Благословение Когда Люди Действительно По жизни Разделили Все И радости И болезни И несчастья И все Что было В их жизни Оно Разделено Вы Знаете В одном Случае Было Так Сказано Однажды Ну Ты Видишь В каком Он Состоянии Может Быть Тебе Ну Оставить Его Она Сказала А если Бы со Мной Так Случилось Что Бы Со Мной Бы Тоже Так Поступили Вы Знаете Друзья Настоящие Христиане Они Помнят Слова В которых Сказано Носите Бремена Друг Друг И таким Образом Вы Исполните Закон Христов Люди Не могут Иначе Исполнить Закон Христов Как если Они будут Носить Бремя Друг Друг Не требовать Один От другого Того Что Не Относится К Их Обязанностям А Сносить Бремена Один Другого Поддерживать Один Другого Сострадать Один Другому Не Ити Против А поддерживать И помогать Во всем Что есть В семейной Жизни Еще раз Поддерживать Помогать Благословлять Вот почему Я всегда хочу Сказать Я слышал Это одного Еврейского Равина И смело Могу повторить Эти слова Любой Семейный Дом Любая Семья Она Никогда Не должна Быть Чем-то Иным Как Домом Милосердия Домом Милосердия Где Милое сердце По отношению Друг к другу И к детям Он Никогда Я хочу Подчеркнуть Это еще раз И еще раз Он Никогда Не должен Стать Домом Торговли Как Как бы Это Семейный И женой И женой Там 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 Всегда Будет Грех Этого Греха Невозможно Будет Избежать Поэтому Христианская Семья Должна Быть Благословением Она Должна Быть Домом Милосердия Она Должна Быть Радостью Любовью И Наслаждением Для Людей Состоящим В этой Семье И Находящимся В этом Доме Когда Молодые Люди Проходят Церемонию Которую мы Называем Венчание Или Сочетание То Они Получают От Церкви Божьей От Самого Всевышнего Благословение На Созидание Этой Семьи И Это Не Просто Экономический Союз Это Не Просто Политический Союз Или Просто Две Семьи Решили Между Собой Породниться Это Духовный Союз Это Духовный Союз Который Должен Быть Соединенный Узами Горячей Человеческой Любви Хотя Это Духовный Союз Но Кроме Этого В Этой Семье Начинаются Отношения О Которых Описано Подробно На Страницах Священного Писания На Страницах Священного Писания Вот Смотрите Обращаемся Сперва В Книгу Притчи В Древности Мудрый Соломон Сказал Такие Слова Кто Нашел Добрую Жену Тот Что Нашел Благо Добро Кто Нашел Добрую Жену Тот Нашел Благо Цена Ее В другом Месте Написано Выше Жемчуга Вот Первое Что Происходит Два Человека Находят Друг Друга И Если Это Добрые Люди Я хочу Подчеркнуть Это Если Это Добрые Люди То Вся Жизнь Их Будет Наполнена Благом Радостью Счастьем Благословением Но Кроме Этого Вот Когда Создается Новая Семья И Даже До Создания Семьи Люди Имеют Отношения Друг К Другу Люди Имеют Обязанности Друг К Другу И Почему-то Писание Подчеркивает Что Отношение Семьи Это Прообраз Отношения Христа И Церкви Это Прообраз Отношения Христа И Церкви Давайте Мы На эти Отношения Сейчас Взглянем Чуть Больше Я вам Хочу Сразу Сказать Почему Я начал Говорить Об этой Теме Когда Мы Говорим О молитве А потому Что Я хочу Сказать Следующее Я Дошел До Такого Места Рассуждая Над Этой Темой Что Как бы Человек Не Молился Сколько Бо Он Не Закрывал За Собой Дверь Сколько Бо Постов И Молитв Он Не Изливал Как Громко И Часами Бо Он Не Молился Если У Него Нет Правильных Отношений К Своему Ближнему Его Молитва Не Услышана Это Препятствие Стоит В Молитвах И Первое Что Нам Нужно Чтобы Была Сильная Церковь Это Чтобы Были Сильные Семьи Потому Что Они Есть Уже Церковью Семья Начинается Церковь И Теперь Мы Смотрим Апостол Павел Говорит Что Семья Это Отношения Христа И Церкви Давайте Мы Сейчас Сравним Их Очень Удивительно Мы Посмотрим На Отношения Христа И Церковь Через Отношения Мужа И Жены Первое Место Которое Я хочу Привести Это Будет Послание Апостола Павла Коринфянам Там Он Говорит Следующее Хочу Чтобы Вы Все Знали Я Хочу Чтобы Все Слушающие Сегодня Знали Всякому Мужу Глава Христос То есть Каждый Муж Должен Знать У Него Есть Глава Глава Которой Он Должен Подчиниться Давайте Мы Теперь Посмотрим На Христа Христос Говорит Следующее Я И Отец Одно Но При Этом Когда Мы Читаем Послание Коринфянам Где Сказано Все Покорил Под ноги Его То Ясно Кроме Того Кто Покорил Ему Все При Этом Мы Можем Читать Слова Христа Который Говорит Я Творю Волю Не Свою А Волю Пославшего Меня Отца Он Говорит Я Творю Волю Пославшего Меня Отца Следовательно Если Муж Глава Семьи И Подчинен Христу Он Должен Понимать Следующее Что Не Свою Волю Он Должен Творить Но Волю Его Своего Господина Которому Он Подчиняется Ему Глава Христос Смотрим Дальше Всяком Жене Глава Муж Всякой Жене Глава Муж Там Не Сказано Что Может Жена Выбирать Когда Она Хочет Чтобы Муж Ей Глава Был Когда Она Не Хочет Вы Знаете Мне Очень Стыдно Об Этом Говорить Но Я Часто От Верующих Жен Слышу Такие Слова Если Б Правильно Я Бо Подчинялась Ему А Раз Он Поступает Неправильно Я Не Могу Ему Подчиняться Удивительно Где Жене Такое Вычитали В Каких Местах Каком Библии Так Написано Если Мы Читаем Послание Апостола Петра То Там Написано Дабы Те Из Них Которые Не Покоряются Истине Житьем Жен Без Слов Приобретаем Были Без Своей И Нигде В Писании Нету Права Жене Чтобы Не Быть Как Учит Библия Покорная И Послушная Своим Мужем За Единственным Исключением Если Муж Заставляет Ее Не Верить Бога Или Отступать От Бога Это Единственное Когда Жена Может Сказать Я Должна Бога Слушать Больше Чем Тебя Муж Я Не Могу Отступить От Своего Живого Бога Несмотря На То Что Это Стоило Жизни Или Чего Либо Угова Это Единственное Где Позволяет Священное Писание Но Как Я Уже Сказал Давайте Мы Теперь Посмотрим На Это Отношение Жены И Мужа Через Отношение Христа И Церкви На Сегодняшний День Бывают Такие Обстоятельства Когда Жена Говорит Мужу Я Не Хочу Больше С Тобой Жить Или Муж Говорит Жене Я Не Хочу С Тобой Больше Жить Вы Можете Представить Себе Такое Церковь Заявляет Христу Я Не Хочу Больше С Тобой Иметь Никаких Отношений Или Христос Заявляет Церкви Я Не Хочу Иметь С Тобой Никаких Отношений Скажите Мне Я Хочу Сейчас Подчеркнуть Об Этому На Где Такие Условия Есть Существуют Такие Условия Или Нет Чтобы Церковь Могла Сказать Я Не Хочу Быть С Тобой Я Знаю Только Одно Условие Павел За нем Сказал Если Вам Будут Проповедовать Другого Христа Не Этого Настоящего А Другого Христа Вот С Таким Другим Христом Нельзя Быть Но С Настоящим Подлинным Помазанником Божьим И Мессией Церковь Даже Мысли Не Может Такого Допустить И Сказать Себе Такое А Может Ли Муж Сказать Я Не Хочу Быть Церковью Я Сказал Как И Первом Случай Я Знаю Один Случай Если Эта Церковь Полностью Отступит От Христа Будет Впадет В Какие То Ерес И Скажите Христос Хочет Быть Такой Церковью Хри Хочет Ли Христос Быть Такой Церковью Но Я Хочу Сказать Одно Истинная Подлинная Настоящая Церковь Христа Она Всегда Свята Чиста И Непорочна Потому Что Апостол Павел Когда Писал Такие Слова И Говорит Церкви Божьей Находящейся В Коринфе Святым И Освященным После Этого Он Пишет Что У них И делается И как У них Неправильно Многого Делается Но Он Называет Это Церковью Божьей Поэтому События Которые Происходят Сегодня Во многих Семейных Отношениях В отношениях Мужа И Женой Я Вам Скажу Прямо Да Не огорчится Никто Потому Что Правде Иногда Надо В глаза Посмотреть Они Сегодня Очень Многие Поступки Имеют Автора Автора Который Желает Только Одного Украсть Убить И Погубить Украсть Убить И Погубить И Он В отношениях Между Мужем И Женой Которые Должны Быть Радостными Благословенными Должны Быть С Любовью И Наслаждением Вот В Эти Отношения Он Хочет Украсть С Одной Целью Убить И Погубить Их Потому Что Если Будь Человек Видел Б Конец Что Сто Дальше Какие Последствия За всем Этим Украсть Убить И Погубить Поэтому Павел Говоря О Семье Говорит Это Христос И Церковь Это Христос И Церковь Христос Питает И Греет Свою Церковь Церковь Послушна Христу Муж Жена Муж Должен Заботиться За Свою Жену Финансово Чтобы Было Благополучие И Жена Должна Уметь Довольствоваться Тем Что Есть Вы Знаете Мы Все Разные С Разными Способностями Разными Талантами Кто Может Стать Очень Богатым Кто Никогда Не Станет Богатым Но Если Теперь Он Никогда Не Стал Богатым Значит Лично Жена Все Время Должна Вот Видишь Кто И тот Богатый А ты Такой Бедный Ну Ка Давай Отсюда Не Хочу Такого Мужа Хочу Богатого Мужа Вы Можете Такого Себе Представить Еще Раз Это Не Экономический Союз Это Духовный Союз Это Духовный Союз Который Заключается Перед Всевышним Который Видит Все Эти Отношения Поэтому Говоря Об этом В этой Школе Любви Мы Должны Научиться По Христиански С Правильными Отношениями Как Учит Священное Писание Иметь Правильное Отношение К Близким Нам Людям Между Мужем И женой Нет Ближе Людей И Не Должно Быть Еще Раз Между Мужем И женой Отношения Ближе Нежели Между Детьми И Родителями И между Братьями И Сестрами Между Мужем Которые Могут Быть В Мир И Которые Существуют Это Отношения Мужа И Жены Дальше Есть Отношения Отца Матери Детей Есть Отношения Братьев И Сестер Есть Отношения Дедушек И Бабушек И Все Эти Отношения Которые Создаются И Складываются Они Должны Быть Чуткими Люди Должны Заботиться Друг О Друге Чувствовать Душевное Состояние Друг Друг Разделять Вместе Радости Скорби Печали Трудности Все Это Вместе И Радости И Горечи Все Должно Быть Пополам И Учиться Еще В Родительском Доме Правильным Отношением Между Мужем И Женой Между Отцом И Матерью Вы Знаете Друзья Это Абсолютно Уже Доказано Исторически Статистически В Семьях Где Между Мужем И Женой Нет Мира Ссоры Разногласия Это Становится Во много Раз больше Часто Наследством Их Детей Там Где Дети Видели Пример Согласия Любви И понимания У родителей Они Всегда Хотят Видеть Этот Пример Они Хотят Всегда Подражать Этому Примеру Они Всегда Хотят Последовать Этому Примеру И Поэтому Когда Мы Создаем Семью Мы Должны Прекрасно Все Понимать Что Мы Должны Быть Примером Мы Сейчас Только Семья Муж И Жена Но В дальнейшем У нас Будут Дети И Наши Дети Должны Видеть В нас Такой Пример Чтобы Это Был Пример Друга Предупреждайте Отношения Они Должны Быть С Нежностью Отношения Должны Быть С Любовью Должны Быть Без Упреков Они Должны Быть Без Того Что Человек Постоянно Угрызает Или Съедает Один Другого Потому Что Павел Предупреждал Об этом Говорит Если Вы Постоянно Угрызаете И съедаете Друг Друга Берегитесь Чтобы Не Быть Истребленным Друг Другом Поэтому Ведь Основа Любой Семьи Это Любовь А любовь Она Долго Терпит А любовь Она Милосердствует А любовь Она Не ищет Своего Она Все Покрывает Она Всему Верит И Всем Надеется Это Настоящая Любовь Непритворная Любовь Требующая Вот Ты Мне Должен Это Или Ты Мне Должна Это Или Вот То Вот Как Только Я Вновь И Вновь Хочу Вернуться К Там Где В семье Начинается Торг Где Дом Семья Пробращается В дом Торговли Это Начало Разрушения Семьи В семье Не может Никогда Быть Торговли Ты Купил Или Я Купила Это Стоит Столько То Стоит Столько То У Тебя Свой Кошелек У Меня Свой Кошелек Там Где Начинается Дом Торговли Это Фактическое Начало Разрушения Семьи Разрушение Семьи По сути Своей Да Экономика Это Часть Любой Семьи Экономика Должна Быть Такой Чтобы Каждая Семья Была Как Написано Женящиеся Полагают Начало Стижательства И Это Должно Быть Но Она Должна Быть Обоюдна Согласна В согласии И В понимании Между Ними Семья Не Будет Счастливой Жертвовать Своими Желаниями Ради Интереса И блага Самых Близких Людей Что я имею Ввиду Вот смотрите Всегда Есть Инициатор Всегда Есть Тот Кто Хочет Проявить Желание Кто Говорит Я Бо Хотел Вот Это Или Хотелось Бы Вот Так Если Это Негреховно Если Это Неприступно Если Это Что То Что Служит К Укреплению К Созиданию К Если Вот Так Будет Вот Так И Это Бесконечные Ссоры Конфликты Которые Происходят В Очень Многих Например Я хочу Привести Такой Пример Мама Просит Кого То Из Сыновей Или Из Детей Своих Дочерей Сделать Что Прогуляться С сестренкой Убраться На Кухне Подмести Пол Чего Нибудь Такого Сделать И Вот Если Дети Всегда Говорят А почему Я Пусть Он Делает Я Не Хочу Этого Делать Вот Пусть Он Делает Скажите Вы Встречали Такое Я Точно Знаю Что Это Практически В Каждой Семье Происходит Это Почему Я Вот Этот Первый Вопрос Такой Возникается Почему Я Но Смотрите Если Прививать С Детских Лет Ты Должен Это Делать Ты Должен Это Делать Вы Знаете Вспоминаю Ты Когда Смотришь Когда Ты Видишь Такого Который Я Это Сделаю И Тебе Даже Приятно На Душе Становится Ты Знаешь Вот Моменты Когда Родители Своих Детей Благословляют Они Бывают Непроизвольными Они Бывают Реакцией На События Которые Происходят У нас Например Сделал Кто-то Из Детей Что-то Хорошее Ваше Все Желание Горит Пусть Бог Благословить А Пусть Ты Всегда Будешь Такой Хороший Они Сами Собой Вырываются Слова Поощрения Благословения И Скажем Кто-то Из Детей Делает Что-то Неправильное И У вас В это Время Горит Желание Благословить Их Так Сильно Да Я Вот Не Знаю Чтобы Так Она Была В Если Жена Поступает Неправильно Или Муж Поступает Неправильно По отношению К жене При этом Всевышний Бог Который Хочет Чтобы Эта Семья Эти Люди Были Благословены У него Желание О Муж Женой Поступает Неправильно Или Жена С мужем Поступает Неправильно Давай Я их Благословлю Обильно Чтобы Они Прекрасно Еще Лучше Жили Вы Думаете Так Она Работает Я Поступает Правильно С женой Бог Благословляет Он Хочет Видеть Это Он Хочет Видеть Это Правильное Отношение Он Дал Обязанности С друг К другу И Хочет Чтобы Люди Это Делали Поэтому Если Мы Хотим Угодить Всевышнему Если Мы Хотим Чтобы Было Благословение В наших Семьях В наших Домах Первое Что Должно Быть Заботой Для Каждого Что Я Делаю Плакать Не хочу Почему Я Для Чего Это Мне Я Все Время Это Делаю А Вот Он Другой Этого Не Делает И Вы Знаете Вот Посмотрите На Результат Простой Вопрос Попросила Мама Иди Прогуляйся Крик Плач Шум Такое Все Это Самое Мама Огорчена Сестренка Огорчена Другую Которую Теперь Ее Заставляют Или Его Огорчена Что В семье Создалось Какой Очаг Напряжения Какой Очаг Напряжения Когда Можно было Было Все Совсем По Другому Сделать Пойти Прогуляться Сделать Вот Это Вот Желание Сделать Доброе Сделать Хорошего К сожалению Особенно В той Культуре В которой Мы Сегодня Воспитываемся Где Людей Воспитывают Быть Эгоистами Простите Меня За Это Где Центр Внимания Ты И все Должны Для Тебя И все Должно Быть Тебе И Где Ты Центр Если Что-то Не По Твоему Все Это Крах Всего То Извините Жить Человек Должен Для Другого Человека Если Человек Требует Чтобы К Нему Все Было То Я Вам Прямо Хочу Сказать Это Самый Бедный И Несчастный Человек Он Будет Страдать И Люди Вокруг Него Будут Страдать Человек Который Требует Все Внимание Почтение Уважение К Себе Почему Так Я Приведу Следующий Пример Вот Смотрите В Молитве Отче Наш Христос Употребил Удивительные Слова Он Сказал Прости Нам Долги Наши Так Как И Мы Прощаем Должникам Нашим Ведь По сути Дело Речь Шла Там Не О Долгах Вы Все Идет О Грехах Речь Идет О Проступках Которые Делает Человек По Отношению Друг К Друг И Говорит Прости Как Мы Прощаем Вот Буквально Материальный Мир И Духовный Мир Вы Знаете В Буквальном Материальном Мире Человек Которому Все Должны Это Считается Богатым Человек Я Вот Знаю Человек Он Говорит Мне 300 Тысяч Там Должны Все Люди Если Собрать Всех Которые Мне Должны Это Будет Больше Чем 300 Тысяч Доллар Богатый Человек Я Знаю Многих Людей Которые Живут Очень Богатые Многие Люди Проходят Бедные Говорят Займи Меня И Он Ему Занимает Если Добрый Хороший Человек Понимает Сострадание Он Занимает Не Забывай Ты Мой Должник Не Забывай Ты Мне Должен И Так Она Происходит Люди Занимают Люди Занимают Один У Другого И Вы Знаете Что Удивительно В Этом Мире Богатыми Люди Ценятся Их Уважают Он Откроет Рот Все Молчат Потому Что Богатый Человек Даже Писание Об Этом Замечено Ну А Человек Который Всем Должен Им Обычно Пренебрегают Им Обычно Ну Чего Такой Бедня Который Всем Должен Даже Даже Не Может За Себя Заработать Вот Такое Отношение Чаще Всего Бывает Вы Знаете В Духовном Мире Это Полная Противоположность Всего Человек Который Начинает Думать Мне Все Должны Мне Все Должны Вот Для Меня Все Должны Должны Вот Все Должны Мне Добро Делать Все Должны Меня Хвалить Все Должны Меня Поощрять Все Должны Для Меня Все Приятно Делать Ему Все Должны Самый Бедный И Несчастный Человек Потому Что Стоит Ему Только Кто Не Отдал То Что Ему Должны У Него В Сердце Что Происходит Сразу Обиды Огорчение Недовольство У Него В Сердце Такая Печаль Начинает Появляться Вот Мне Как только У Него Получится Что-то Сделать Кому-то Что-то Доброе Его Сердце Будет Радоваться Я Смог Сделать Это Маленькое Дело Вот Что-то Чуть Но Немножко Я Сделал Но Ему Радостно Вы Знаете Как Легко Тем Людям Которые Всем Должны В Духовном Смысле Которые Всегда Стараются Все Сделать Что-то Доброе Что-то Хорошее Что-то Могу Сделать И Вы Знаете Все Не Получится Сделать Никогда И Никому Но Внутри Его Это Будет Такая Радость Вот Когда Семья Построена На Таких Принципах Если Муж Думает Что Все Ему Жена Должна А Жена Думает Что Муж Ей Все Должен Несчастная Семья Даже Если Один Человек Так В семье Думает Это Несчастная Семья Когда Оба В семье Думают Как бы Сделать Что-то Лучшее Для Семьи Как Бы Что-то Сделать Когда Оба Боятся Сделать Плохое Слово Боятся Огорчить Боятся Больное Слово Сказать Один Другому Когда Они Оба Это Счастливая Семья Помните Историю Которую Так Часто Напоминается Жили Две Семьи По Соседству Одна Все Время Я пойду И посмотрю Почему Они Так Всегда Счастливо Живут Приходит Смотрит В это Время Жена На крыльце Полы Моет Ведро Поставила Прямо На пыре Муж Открыл Дверь Об ведро Споткнулся Разлил Это ведро Извиняется Извини Жена Что я Разлил Она Говорит Нет Ты Меня Извини Это Я Виновата Что Ведро Здесь Опас Нет Это Я Споткнулся Разлил Тебе Ведро Посмотрела Эта Жена Возвращается Свой Дом Говорит Удивительно У нас Оба Правы И все Время Ссоримся А у них Оба Виноваты И все Время Мир Вы знаете Там Где Оба Правы Чаще Всего Так И Происходит Чаще Всего Это И Происходит Где Все Время Огорчение Все Время Расстройство Вот Почему Кремлянам 12 глава 9 и 10 10 стих Она Говорит Нам Следующее Слово Любовь Да Будет Непритворно Отвращайся Зла Прилипляйся К добру Будьте Братолюбивы Друг Ко Другу С Нежностью Я хочу Сказать Вот Это Слово Братолюбивы Она Гораздо Больше Подходит Еще И Для Семьи Не Только Для Отношения К между Братьями Будьте В Почтительности С Нежностью Чтобы Эта Любовь По отношению Друг К другу Была В Почтительности И В Нежности Чтобы Люди Могли Это Делать Потому Что Иначе Семья Которая Призвана К благословению Призвана К тому Чтобы Наследовать Спасение И быть Счастливой Становится Большой Бедой Друзья У меня Есть Еще Много Что Об этом Сказать Но Я Буду Сейчас Прозывать К молитве Я Хочу Сказать Что Семья Это Как Церковь Она Имеет Свой Порядок И Своё Устройство Она Может Кому-то Нравится Или Кому-то Не Нравится Но В том Устройстве Которое Установлено Богом Если Люди Последуют Устройству Божьему Семья Будет Счастливой Если Они Свои Правила Будут Выдумывать И скажут Мы Живем В современном Мире Где Свои Правила И Свои Законы Да В современном Мире Могут Быть Детей Два Папа И Два Мама Это Современный Мир У Бога Так Не Может У Бога Так Не Может У Бога Четкие Правила И Отношения В семье Есть Муж И Отец Есть Жена И Мать Есть Дети Муж Отец Глава Семьи Как Христос Глава Церкви И Это Первенство Не Зависит От Того Кто Получает Больше Денег Папа Или Мама Не Зависит Того Кто Из Них Больше Обучен Или Меньше Обучен Грамотнее Или Неграмотнее Это Порядок Установленный Богом Это Духовный Союз А не Экономический Я Хочу Подчеркнуть Это Еще Раз И Отец Принимает Решение Несет За него Ответственность И Этот груз бывает Очень часто Очень Нелегким Но Когда В семье Понимание Уважение И Это Отношение Воспитывается Детям С детского Возраста Когда Дети Действительно Видят Что Нету В семье Скандалов Нету В семье Непокорности То Вы знаете Дети Видят Что Такой Порядок Идет И Они Начинают Этому Подражать Семья Намного Меньше Имеет Проблем Там Где Жена Уважает Мужа А муж Любит Свою Жену Там Намного Намного Меньше Проблем И Это Должно Быть Сделано По Любви Не По Власти И По Принуждению Это Должно Быть Сделано По Любви По Доверию По Уважению К Писанию Которая Установила Такие Правила Уважению К Богу Если вы Не уважаете Божьи Законы И не уважаете Божьи Правила Вы не уважаете Бога Не надо Называться Верующими Я еще раз Хочу партнерировать Не надо Называться Верующими Ходить на Собрания Если Божьи Заповеди Вы Не Уважаете Не И И И Нарушаете Это Божьи Заповеди Установленные Богом Что Муж Должен Любить Свою Жену Жена Должна Быть Покорна И Послушна Своему Мужу Дети Должны Слушать И Уважать Своих Родителей Почитай Отца Твоего И Мать Твою Чтобы Было Тебе Хорошо И Чтобы Продлились Дни Твои На Земле Единственное На Чем Я Хочу Закончить Есть Одна Библейская История У Праведника Ноя Было Три Сына Которые Вместе С Ним Спаслись В Ковчеге Когда Они Спаслись Вместе С Ними В Ковчеге А Ной Выйдя Из Этого Ковчега Стал Выращивать Виноград И Делать Вино И Даже Не Зная Еще И Когда Он Лежал В Своем Шатре Я Хочу Подчеркнуть Это Лежал В Своем Шатре И Спал После Выпитого Вина Может Быть В Не Очень Приличном Виде То Один Из Сыновей По Имени Хам Зашел Увидел И Посмеялся Просто Посмеялся Пошел И Рассказал Другим Братьям И Вы Знаете Вместо Того Чтобы Укрыть Своего Отца Вместо Того Чтобы Переложить Его Он Позвал Семью Свою И Посмеялся Над Своим Отцом С тех Пор Имя Хама Стало Нарицательным Русское Слово Хамство Означает Любого Ребенка Не Уважающего Своих Родителей Высмеивающего Своих Родителей Унижающего Своих Родителей Вы Знаете Это Законы Вечные Которые Распространяются Навсегда Поэтому Люди Бесчувственно Развязано Относятся Или даже Можно сказать Низко Относятся К людям Прежде всего К своим Родителям К своим Учителям К своим Наставникам К старшему Поколению То люди Просто смотря На этих людей Говорят Это Хамство Это Неуважение Просто Как ты Поступаешь По отношению Ко всему К этому И Когда Человек Высмеивает И делает Это Все Это Никогда И никому Не Принесет Пользы И не Принесет Радости Поэтому Заканчивая Сегодня Я хочу Сказать Очень Важно Чтобы В наших Домах И в наших Семьях Мы Любили Бога Это Очень Важно Это На первом Месте Мы Должны Любить Бога Но Невозможно Любить Бога И не Любить Своего Ближнего Потому Что Писание Говорит Кто Говорит Что Я Люблю Бога А Ближнего Своего Брата Своего Который Рядом С Ненавидит Если Жена Говорит Что Я Люблю Бога А Мужа Ненавидит Если Муж Говорит Я Люблю Бога А Жену Ненавидит То Писание За таких Говорит Лжецы Лжицы. Лжицы. Потому что невозможно говорить, что я люблю Бога, а ближнего рядом с собой ненавидеть. Нам необходимо, чтобы мы вместе со своей семьей ходили в дом молитвы, молились вместе, читали Библию, по возможности постились и самое главное, не ссорились между собою. Тогда жизнь семьи будет подобна отношениям Христа и Церкви. Тогда каждая семья будет благословена, радостна и успешна. Тогда каждый дом будет домом милосердия, домом живого присутствия великого, живого, святого Бога, который хочет и желает благословить каждый дом и каждую семью, который хочет, чтобы каждый человек был счастлив, радостен здесь, на этой земле. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Моя молитва, я эту тему выбрал только потому, что готовились молодые семьи. В этих молодых семьях еще жизнь впереди. Воспитать детей, выдать их замуж, женить их всех, еще много чего предстоит в жизни. Для многих, оглядываясь назад, они видят очень много разочарования, неудач, неуспехов. Вы знаете, я знаю одно, все можно изменить при должном покаянии, при должном смирении. Вы знаете, у народа израильского есть хороший праздник, он называется Йом-Кипур, он называется День Смирения, День Покаяния. Вот недавно совсем он прошел. Вы знаете, один брат, даже сегодня я услышал, он говорит, хорошо бы почаще, чтобы такое было, чтобы люди каялись, признавали пред друг другом, видели свою вину. К сожалению, часто люди видят вину другого. Они ему все время говорят, ты виноват, ты виноват, ты виновата или еще чего-то. Я сегодня призываю к другому. Я призываю каждому из нас посмотреть на себя. Не говорить слов упреков, не говорить слов оскорбляющих и унижающих ближнего своего. Посмотреть на самого себя. Если ваша семья счастлива и благословенна, если в вашей семье правильные отношения, если муж глава, а жена его помощница, если ваши дети покорны и послушны, да благословит Господь. Я так рад, что есть такие семьи. И пусть каждая такая семья будет благословена и устроена. Если в вашей семье нарушены Божьи правила, муж не является больше главой, жена не во что его ставит, муж не любит свою жену, муж не любит свою жену, то это самый хороший момент, услышав это слово, совершить настоящее глубокое покаяние. Не требовать Господи, измени мою жену или Господи, измени моего мужа, измени его, а совершить самому глубокое покаяние, признать свою вину, покаяться в своих отношениях, попросить прощения, как учит Священное Писание, признать только вину свою. И тогда Всевышний Бог, видя наше искреннее сердце, видя наше искреннее отношение, поможет нам изменить нашу жизнь. И вы знаете, даже там, где горе, даже там, где печаль, даже там, где дети уходят, потому что они не видят мира, согласия и понимания между родителями, может восстановиться снова мир. Вы знаете, однажды отец и его сын ушел, ему было так больно, потому что он ушел, плюс ко всему он проводил жизнь, видя ее распутно. И я уверен могу сказать, потому что этот отец был добрым и праведным отцом, что он много плакал за своего сына, видя его последствия такого ухода. Но когда его сын вернулся, он говорит, вот она радость. И во многие дома может вернуться такая радость. Радость настоящая и непритворная. Восстановление отношений между мужем и женой. Восстановление отношений между родителями и детьми. Между братьями и сестрами, которые, может быть, ничего не хотят иметь общего между собой. Могут восстановиться отношения. Нужно только признать свою вину. Нужно только изыскать Господа. В защите его всем сердцем. В посте плача и рыдания было сказано через пророка. Давайте мы ныне обратимся к нашему великому Богу. Да будет ему слава за все. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин